Через год, в 2019-м, применение кассовой техники, напрямую подключаемой через интернет к серверам Федеральной налоговой службы, станет обязательным для всех участников хозяйственной деятельности. А с 1 июля нынешнего года онлайн-кассы необходимо установить организациям, работающим в сфере торговли и общественного питания и являющимся плательщиками единого налога на вмененный доход. Также это требование распространяется и на индивидуальных предпринимателей, плательщиков ЕНВД или держателей патентов в тех случаях, когда они используют наемный труд. До завершения второго этапа перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники остается меньше месяца. Для того, чтобы разъяснять наиболее сложные моменты этой процедуры, в Одинцовской налоговой инспекции для бизнесменов еженедельно проходят открытые классы. Они планируют свое время, приходят к нам, подготавливают вопросы, что им еще непонятно в налоговом законодательстве по поводу перехода. Задают вопросы, которые касаются непосредственно их бизнеса или каких-то конкретных вопросов, которые происходят в бизнесе. Например, уволился работник у индивидуального предпринимателя. Должен он ставить кассу по сроку 1 июля 2018-го или он может подождать до 1 июля 2019-го. У нас в районе есть труднодоступные места. Одно из них расположено в районе села Жаворонки. Налогоплательщица пришла, обратилась с вопросом. Да, увидела себя в перечне. Этот перечень официально опубликован. Необходимо мне ставить кассу или все-таки я могу подождать? Труднодоступное место – это территория, где нет стабильно работающего интернета. Такая ситуация затрудняет работу онлайн-касс. Прямым общением довольны и инспекторы ФНС, и предприниматели. Купится определенный ряд вопросов. И когда они проводят открытый класс, естественно, ты подготавливаешь определенный ряд вопросов, приходишь, и тебе доступно все объясняют. Важный вопрос для меня был – это ведение документов непосредственно операционных, потому что раньше, еще раз говорю, мы приходили в налоговую, все это нужно было подписывать, проводить. Сейчас этого нет. Для нас это важно, что мы можем делать все онлайн, а не ходить еженедельно в налоговую, потому что касс много, и это речь не идет ни об одной и ни две, и для нас это важно. С начала года через такие открытые классы в ФНС номер 22 по Московской области прошло более 400 человек. Главное, о чем предупреждают предприниматели и представители налоговой, и сотрудники технических сервисов, обслуживающих онлайн-кассы – не ждите до последнего. Сегодня приобрести и зарегистрировать новую ККТ значительно проще. В конце июня будет самый настоящий ажиотаж. Опыт прошлого, 2017 года, показал, что когда в прошлом году предприниматели и юридические лица все оттянули на конец июня, это повлекло за собой серьезное увеличение стоимости, сроков регистрации, и были технические сбои. Вот это первая проблема. Мы всех убеждаем, что, товарищи предприниматели, не надо думать, что в этом году вам повезет. Вам не повезет. Если вы оттянете все до 1 июля, вы попадете в такую же ситуацию, как попадали в прошлом году. Это первая проблема. Вторая проблема вытекает из первой. Чем ближе время ЧЕ, тем дороже сама техника. Здесь законы рынка работают исключительно четко. В техническом же плане никаких сложностей не предвидится. Опыт открытых классов всеми признается вполне успешным. Естественно, мы усилим эту работу в последующем, потому что нас ждет еще третий этап перехода на онлайн-кассы. Там уже у нас будут те предприниматели, которые не имеют наемных работников. Их значительно больше, их армия, чем предприниматели, имеющих работников. Это самозанятый. Тот, кто организовал ИП и сам, допустим, оказывает услуги, либо продает какую-либо продукцию. К организации очередных открытых классов в Одинцовской налоговой готовы в любой момент. Главное условие – желание самих предпринимателей пройти обучение. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.